Блин, хоть бы она не уехала. Надо успокоиться, а то я ее так и напугать могу. Ну, будь мужиком. Погнал. Кирилл, ты дальше своего носа хоть что-то видишь иногда? Елена Анатольевна, уйдите с дороги, не до вас сейчас. Это как? Как это не до меня? Кирилл, я требую уважения! Привет. У тебя все нормально? О, да. То есть нет. То есть... Настя, я должен тебе кое о чем признаться. Ой, а что? Извините, я, видимо, не вовремя. Попозже его отчитаю. Тут, судя по всему, интересное кино намечается. Кирилл, ты чего? Что происходит? Происходит очень важное событие для нас обоих. Мы должны быть вместе. Это кто так решил? В смысле, кто? Я? Блин. Я же не так репетирую. Настя, ты понимаешь, мы сложены друг для друга. Извини, конечно, но не понимаю. Ой, дела... Нужно срочно рассказать Лиле Валерьевне. Кажется, у ее Маши только что отпал самый преданный поклонник. Я так и знала, что буду невнятно объяснять. Ты уж постарайся, а то наш разговор выглядит максимально странным. Ага. Одну секунду. Я отдаю тебе свое сердце навсегда. Я сегодня понял, что ты моя судьба и настоящая любовь. Ого, сильно. И неожиданно. Я понимаю, тебе нужно время подумать. Но поверь, когда ты согласишься, ни секунды не пожалеешь. А что я вам говорила? Ох, Кирилл. Кажется, кто-то идет. Прости, но нет. То есть, как нет? Вот так, обычно. Ну, почему? Потому что Маша моя подруга, а я не встречаюсь с бывшими своих подруг. Настя, перестань. Между нами уже сто лет как ничего нет. Стих получился. Видишь, сколько у меня талантов. Кирилл, ты не обижайся. Просто, понимаешь, для меня дружба с Машей очень важна. И я не применяю ее на твои таланты. Окей. Я понял. Может, подумаешь еще? Нет. Пожалуйста, давай закончим этот разговор. Эй, вы что творите? Это ты что творишь, балбес. Угу. Настя и так к нам не часто приезжает. Хочешь испортить с ней отношения? Во-первых, отпустите меня. Во-вторых, откуда вы знаете о нас с Настей? В-третьих, какое вам дело? Что значит, какое дело? Я учитель. И я должна быть в курсе всего, что происходит в школе. Ну ок, будьте в курсе. Но имейте в виду, в свою личную жизнь вмешиваться я вам не позволю. А я не позволю тебе вмешиваться в жизнь Маши. Понял? А Маша тут при чем? Хорош, женишок. Ты же ее бывший. Девочки наверняка из-за тебя поссорятся. Еще раз повторяю. Не ваше дело. Не, ну вы видели? Это все ваше воспитание. А я что? Я... я... я ему не мама. Нужно Машу предупредить, что ли? Указывать я не буду, с кем встречаться, с кем нет. Я сам свою жизнь строю. Так жаль, что Настя скоро уедет. Я буду по ней скучать. Мы тоже. Маша! Мне срочно нужно с тобой поговорить. Окей. Говори. Наедине. Что-то мне не нравится твое серьезное лицо. Надеюсь, ничего плохого не случилось? Нет. Нет. Или пока нет. Короче. Я начну сначала. Неплохой план. Я вся внимание. Сегодня я ночевал у бабушки. Ага. Ты решил настолько издалека зайти? Не перебивай. Перед сном я сказал себе. По совету бабушки, конечно. Сплю на новом месте, приснись моя невеста. Кирилл, ты веришь в эту чушь? Это не чушь. Моя бабушка так за дедушку замуж вышла. Ладно. Я поняла. Это твое право. Верь во что хочешь. А я тут при чем? Не бойся. Мне приснилась не ты. Уже легче. А кто же тогда? Извини, это мама. Ты встречаешься с Настей? Ну... И зачем ты мне про свои сны тут голову морочишь? Почему прямо не сказал? Так я это... Не то чтобы... Капец. Из всех девочек на планете ты выбрал именно мою подругу. Маш, все не так. А как, Кирилл? Короче, мне все про тебя ясно. Маш, подожди. Так ты не против? И что это значит? Фиг поймешь этих девочек. Маш! Что-то молчит Маша, не отвечает. Может она уже в классе? Вполне возможно. Сходим проверим? Ага. Пойдемте. Вот, смотрите, прикольно? Мощно. Всем привет. А где Маша? И Кирилл. Настя, ты случайно о ней знаешь? А почему я должна знать? Я видела, он выжил вон в ту дверь. Вы, кстати, вошли в нее только что. А что он уже натворил, Илья Анатольевна? Да так... Ходят слухи, что Кирилл теперь встречается с Настей. Что? Кто такую глупость сказал? Настя, наша подруга. Мы дружим целую вечность. Он бы не... Настя? Ничего-то не знаю. На самом деле, Кирилл с утра вел себя очень странно. Пытался ко мне клеиться, но я, понятное дело, его отшила. Как бы не так. Мы все слышали. Ты сказала, что подумаешь над его предложением. Ирина Анатольевна, как-то вы некачественно подслушивали. Я ему отказала. Отказала? Ой, как неудобно получилось. Нужно Маше написать, что это неправда. Ну, Кирилл, вот это выдал. Да, крайне неожиданный подкат. Я сама обалдела. Что это ему сегодня в голову ударило? То есть, вы не встречаетесь? Это точно? Точнее не бывает. Я слишком дороженышей с Машей дружбой. Я же знаю, что у них там все сложно было. Сложнее не придумаешь. Явились. Маша, ты мои сообщения вообще читаешь? Сообщения, где ты сначала пишешь, Кирилл и Настя встречаются, а потом... Ой, нет, ошибочка вышла. Я просто хотела держать тебя в курсе. Мы, может, катастрофу предотвратить хотели. Эх, вы вечно лезете не в свое дело. Кирилл, да как ты с учителем разговариваешь? А чего вы вечно лезете, куда вас не просят? Может, мне из вас девушка отказала? Кирилл, прости, но я тебе отказала не поэтому. Так, все, закрыли тему. Кирилл, ты наказан. В смысле, за что? Как за что? Забыл, как ты меня утром толкнул? Я вот не забыла. Быстро на выход. Блин, куда уже? Подальше отсюда ты отстраняешься от отдыха в лагере, пока не научишься старших уважать. У вас тут всегда так весело? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...